Кроме этого, Владимир Мединский побывал в Мурпосадском районе республики на родине дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Николаева. Так встретили делегацию из Москвы в Шоршиллах. Мемориальный комплекс космонавта номер 3 Андриана Николаева – уникальный музейный объект. В одном месте собрана история страны, как космической державы и летопись небольшого чувашского села, подарившего миру легендарного летчика. Дважды Героя Советского Союза. Открывшийся 47 лет назад Шоршильский музей в 2001 году переехал из сельской школы в новое здание. В коллекции мемориального комплекса насчитывается более 6 тысяч экспонатов. Музей постоянно развивается, благоустроена территория вокруг него. Очень важно, что инициативу проявляют жители села. Конечно, это сложно было бы сделать без поддержки правительства республики. Здесь ежегодно бывает более 50 тысяч человек. Владимир Мединский почтил память великого сына Чувашия. Большой интерес у министра культуры вызвало посещение дома, где родился и жил космонавт. Кто такой космонавт Николаев? Это мировая звезда. Такая же, как Терешкова, Герман Титов, Армстронг. Ну, не говоря уже о Юрии Гагарине. Каждому школьнику надо обязательно прийти не просто в музей, а прийти в этот маленький домик, где семеро Николаевых провели детство. И послушать, как мальчик из бедной, как бы сейчас сказали, многодетной семьи, выросший практически без отца, учился и работал, чтобы добиться успеха в жизни. Это, кстати, говорит о том, как правильно работала система социальных лифтов и поддержки, которая находила талантливых ребят, давала им возможность продвинуться, давала им возможность получить сначала среднее специальное образование, затем высшее военное образование, потом самое высшее военное образование. И вот так вот, из Чувашского села, в доме на дровах, без электричества, до настоящей мировой звезды. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.